В Центре подготовки кадров «Персонал» прошел конкурс профмастерства «Лучший мехатроник-2019». Он состоялся по инициативе ММК, ведь для комбината мехатроника – одно из актуальных направлений деятельности. Обновление технических мощностей на предприятии произошло в том числе и за счет ввода роботизированных систем. Поэтому данный конкурс должен был выявить уровень подготовки специалистов. Участниками конкурса стали 11 представителей основных цехов Магнитогорского металлургического комбината и Объединенной сервисной компании. Стоит напомнить, что в списке рабочих профессий мехатроник – специальность новая. Толчком к ее появлению стало создание промышленной техники новых поколений. Действительно большая модернизация. Комбинат уже практически на 80% примерно обновил технические средства. Поэтому очень актуально, чтобы специалисты, электрики могли себя проявить в соседних областях гидравлики, механики. Чтобы помочь быстрее устранить неисправность какую-то, агрегаты, поддержать его работоспособность, состояние. Появляются сложные агрегаты. И когда возникает какая-то проблема без знания всего, не поймешь, что неисправно. И надо разбираться во всем. Дополнительно пришлось изучать и механику, и гидравлику, и энергетику. Потому что все эти агрегаты, будь они гидравлическими, механическими или энергетическими, они управляются электроникой. Действительно мехатроника требует знаний в разных областях. Поэтому специалистам предприятия приходится постоянно повышать свою квалификацию на курсах, а также на подобных конкурсах. Задания на которых разрабатываются, что называется, на вырост. Самое важное, что мы хотели, мы хотели увидеть разнообразные знания в разных областях. То есть, я говорю, если первое задание было связано со знаниями в области гидравлических систем, в области релейно-контактных схем, то второе задание уже практически было связано также с гидравлическими системами и программированием промышленных контроллеров фирмы «Сименс». А третье задание было очень расширенное программирование. Четвертое задание было связано с знаниями гидравлических систем. На всех этапах, на всех разных мы проверили очень многие знания. Все эти задания потребовали высокой квалификации, доказывать которую пришлось и запуская за короткое время согласно технологии реальные машины и создавая компьютерные программы и отвечая на каверзные вопросы во время тестирования. Каждый участник в течение 60 минут выполнял тест из 50 заданий, включающих профессиональные знания из гидравлики, механики, пневматики, сенсорики, электроники, программирования, теории машин и механизмов. Результатами огромной работы, проделанной участниками, организаторы конкурса в итоге остались очень довольны. Вчера приходили гости из Уральской горной торгической компании, кто-то видел, кто-то нет. Искренне, скажем, огорчились, что они об этом конкурсе узнали только вот так вот визуально. И почему мы их не предупредили об этом заранее, пообещая в следующем году прислать своих участников. Ну, будем надеяться пришлют, и мы, наверное, их побьем. В результате подсчета набранных баллов третье место в конкурсе занял специалист ЦЭТЛ ММК Андрей Семитко. Вторым стал представитель ОСК Василий Макунин. Ну, и звание лучшего мехатроника получил ведущий инженер ОСК Михаил Денисенко. Помимо этого, почетными грамотами были отмечены все участники конкурса, которые поблагодарили организаторов за интересное задание, отметив, что все узнали свои слабые места, поняв, над чем нужно работать дальше. Татьяна Артюренко, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.